Если на территории городского округа дети, заболевшие гепатитом А, с таким вопросом к нам в студию обратились обеспокоенные жители. Мы, в свою очередь, за разъяснениями обратились в медико-санитарную часть номер 100. По данному вопросу все пояснения дала городской педиатр Светлана Вронская. Гепатит А – инфекцию, утверждают специалисты из разряда заболеваний желудочно-кишечного тракта. А значит, передаётся обычным контактным путём. Но есть и водный путь передачи. В основном заболевают дети постарше, отведав немытых фруктов, схватив грязными руками бутерброд, облизав игрушку или собственные пальцы. Не так давно пик заболеваемости приходился на возраст от 3 до 10 лет. Сегодня чаще заражаются младшие школьники и неблагополучные подростки. В течение двух лет на территории городского округа данного заболевания не регистрировалось. Лет 5 тому назад у нас школа 56-я была законтактирована. Но на тот момент нам дали вакцины, и мы привили 2000 детей. Это были начальные классы, это был детский сад. Дети растут, вырастают, малыши непривитые. В этом году у нас один случай гепатита А. Инопарантная форма. Это та форма, которая без желтухи. Случайно выявленное заболевание методом иммуноферментного анализа. Но это действительно гепатит А. Заболевший ребенок – мальчик 3 лет, не посещающий детский сад. Однако малыш общался с другими детьми, поэтому круг контактных получился 16 человек. Как утверждают врачи, это не заболевшие дети, но их взяли под наблюдение и сделали все необходимые анализы. К сожалению, семья сомнительная очень, в той форме, что с нами они такую конструктивную позицию не имеют. Ну, потому что люди как-то вот в социальном слое живут. Мы пока сомневаемся в этой семье. Она у нас немножко неблагополучная. На момент обследования, вот ИФА, обследованы дети, пока положительных посевов не было. Исследований ИФА не было. Но весной, когда существовал потоп в Хабаровском крае, мы очень волновались, что к нам может приехать этот гепатит А. С любым ребенком или взрослым человеком. И мы заявили в головной центре эпидемического, наш эпидемический в Москве, что нам нужна такая вакцина. Нам необходимо привить детей, потому что наша территория тоже не застрахована от водного фактора. Все может случиться, а тем более, что вакцина есть. И нам прислали 2000 доз вакцины гепатита А. Вакцинация детей была начата еще в декабре. Сейчас она пока приостановлена в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. Вакцинация продолжится в конце февраля – начале марта. Это даст пожизненный иммунитет, уверены специалисты. А что такое для ребенка перенести гепатит А? Это открыть ворота печени для всех других инфекций. Если пострадает печень, значит, а уж этих гепатитов немерено и Б, и Ц прививаем, и Дельта, и, в общем, и смешанные, какие хочешь. Болезнью Боткина, которая называлась ранее, ну не должен болеть ребенок, не должен болеть взрослый. Все должны быть привитые. Конечно, мы в первую очередь привили у нас, привиты в детских, дошкольных и школьных учреждениях повара, еще в предыдущую, так сказать, в предыдущий рост заболеваемости. Но, тем не менее, новые уже поступили люди, и нужно внимательно посмотреть, потому что это управляемая сейчас инфекция, которой никто не должен болеть. Гепатит А – это болезнь немытых рук. Но не только. Чаще возбудитель попадает в организм человека через рот, желудочно-кишечный тракт, после чего проникает в лимфатические узлы, а затем в печень. Плохо вымытая посуда, детские игрушки, овощи, фрукты, а также термически необработанные продукты питания. Все это может стать источником заражения. Продолжение следует...